В прошлых сериях я нашел пакеты гручешных машинок, и среди них была машина, как у Моргенштерна, Бугатти Шерон. Мне ее себе никогда не позволить, но в Радмире она у меня есть. И к слову, на Радмире ты можешь стать кем угодно. Например, Сашей Белым из фильма «Бригада» и быть главарем опасной группировки, или стать на сторону закона и быть в роли полицейского. А возможно, ты просто хочешь покататься на крутых тачках, ведь в Радмире просто гигантский выбор машин и тюнинга. Тут все зависит от тебя. Заходи в игру и убедись сам, а мой промокод «Штрэп» даст тебе возможность переобрести свой первый автомобиль уже на старте. Переходи по ссылке в описании, скачивай, регистрируй и наслаждайся игрой. А если у тебя нет компьютера, в эту игру есть возможность поиграть даже с телефона. Вбивай в Play Market или Apple Store название «Hustle Online» и скачивай. Жду тебя на 16 сервере. Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по «Заброзе». «Штрэпух». Опа. Чё-то в пакете стоит. Меня ждёт. О, так это помидорки, огурчики. Ну, это на закусочку бомжам вообще тема. Оставлю, пусть себе берут. В банке кусочки мёда. Вот остатки, чуть-чуть мёда, нифига себе. Мёд вообще не дешёвое удовольствие бомжам оставлю. О-о-о. О-о-о. Планшет, Дима, вообще целый абсолютно. А вот это что? Ми-И. Бренд Ми-И. Колонка, походу, какая-то беспроводная, что ли. Как её включать? Тут крутилка какая-то. Это, видимо, громкость регулируется. Нормальный, да, Димас? Вообще повезло. Так, а вот колоночка. Непонятно, как её включать. Вот тут регулировка. Видно, плюс-минус громкость. Ми-И. Бренд, ребят. Хуя-йоми. Колонка беспроводная. Планшет, ну, такое себе шляпа. О, чё там? Вдруг тут карта памяти стоит. Может, и стоит. Может, там флешка на 1 терабайт стоит. А, слот такой какой-то странный. Это под сим-карту? Это древний, капец, планшет. Может, получится его, да, за 1000 рублей продать. Если он, конечно, рабочий. А как его зарядить? У нас даже вот такой зарядки нет. Ну, ребят, 1000 рублей, считай, заработали на планшете. А вот эта вот колонка, я вообще без понятия, как оно включается. Ну, вот тут нажимаются какие-то кнопки. О, нифига себе. Включил. Ребят, она работает. Пикнула. Беспроводная колонка к Xiaomi. Вот это тема. Выключил. Не, ну, это в сюрприз бокс положим. Если она рабочая, конечно же. Ништяк, помоечка технику дала. Просто сказка. О, Дима, проверяй. Вещевидная кормилица. Мужское вроде там даже. Так, а я тут осмотрю все. Опа, сумочка с Леруа Мерлен. Интересно. Таких бывают находки. Опа, так тут не одна. О, игрушки. Подушки. Игрушки и подушки. Так, ну, игрушечки вообще хорошие. Их купят, ребят. Макси Тойс. Обалдеть. Такие коровы из Макси Тойса. Стоят новые. Вообще не дешево. Посмотрите. Тут ухо чинили, а это вот целое. Вот, вот такое вот еще это. И хрюшка вот эта. Капец. Опять тут мясовидные. Всякие вот косточки. Хребты вот всякое. О, 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 о. Сумка из Икеи. Или что там? А, еще одна подушка. Вот вторую подушку выкинули. Но подушка мне не нужна. А вот эта сумочка нужна. Это из Икеи. Они сейчас на вес золота. Икеи уже нет. А сумочки эти просто шикарные. Чтоб находки возить. Дим, шляпетка видный. Вынос с хаты. Тяжелый очень. Вот Адидас. Вот это Арик. 38 размер. Вот такие кеды. О, еще. А тут уже мужское. Походу. Шляпа с рынка вот такая. Не, ну в принципе что. Купят. Нормальные они. Рублей за 100 купят. Вот ботинки вот такие возьмут. Целые. Хорошие ботинки целые. Вроде как. Ну да. Дэвидет. С Хачин Дэма магазин. Пока я рылся в этой помойке. У меня карта памяти забилась. Пришлось поменять. Но уже потом, когда я вылез, посмотрите сколько мы всего с Диманом нашли. Вот такой вот плазменный дрыцатый телевизор битый. Плазменная панель. Кран на барахолке продадим. И вот такой вот цветной принтер неплохой. Недешевый Эпсон. Эпсон стилус фото Т50. Новый стоит вот столько. Нам бесплатно. Надеюсь, что он рабочий. Привезем в гараж. Будем проверять. Он какой-то. Смотри. Паутина какая-то тут. Личинка вот. Кто-то тут уже поселился в нем. Скорее всего он, конечно, не рабочий. Но может быть и рабочий. Он походу это фотографии печатать. Принтер. А может он и как и обычный. Но ништяк ребятушечки. Будем как-то его увозить сейчас. Вот эту штуку надо не забыть. А вот телевизор походу с какой-то школы выкинули. Или с больницы. Видите, он подписанный. Вот здесь еще у него место треснуло. Где у него материнская плата. Надеюсь, материнка живая. Потому что материнку мы сейчас будем как-то выламывать и снимать. Материнку можно продать. А вот, собственно, так целиком он никому не нужен. Да и мы его и везти не будем. С них обычно платы только покупают. И эту плату можно будет продать за 1000 рублей вообще спокойно. А главное сфоткать модель телевизора, чтобы потом людям было проще найти эту плату на запчасти. Тут просто матрица битая. А плата-то по-любому живая. Но это по-любому с какой-то больницы или школы выкинули. Он весь подписанный. Нормально. Отсюда 1000 рублей поимеем с принтера. Может тоже пару тысяч поимеем, если рабочий. Нормально так помойка порадовала. Жаль, что у меня, конечно, флешка забилась. Вот что нас интересует ребятки в этом телевизоре. Вот это материнская плата. Динамики тоже продать можно будет. Ну, в общем, все внутренности мы продадим. Что-то тут голяк какой-то. О, нифига себе, какой стеллажик топовый. Смотри, Дим, какой стеллаж неплохой. Блин, я бы его повез, но некуда мне его ложить. Он очень большой. Автомат был. Да что-то помойки какие-то голяковые. Что, тут ничего нету? Нихера себе, самокат валяется. Трюковой. А, так он еще и без колес. Ну, а что пойдет? Вот, заберу. Рублей за 300-400 его заберут без колес. Так это трюковой. А зачем с него колеса сняли? Можно вставить колеса и кататься. Вот, тормоз есть. Нифига себе. 100 килограмм максимальная нагрузка. Вот такой вот самокатик. Трюки можно крутить нормально. Помоечка дарит трюки. Помоечка дарит экстрим. О, у меня вынос хаты. Так, вот здесь какой-то рюкзак с каким-то содержимым. И вот тут в пакете много всякого. Так, неплохой рюкзак пумовский. От бренда Puma. Так, так он даже целый. Ну, шатанный в хлам. Всякие сумки, вот типа Шанель. Не, ну это может кто-то и купит даже. Так, дальше вот такие джинсички. Целые рублей за 50 отлетят. Так, чуть тут еще джинсики. Вот такие. Палумбир. Ну, тоже пойдут рублей за 50. Даже 100 вообще. Рюкзак за рублей тоже 150 отлетит. Несмотря даже на то, что он ушатан, он все равно продастся. У тебя тоже джинсы, да? И у меня. Так, дальше смотрим. Ощевидная кормилица. Вот, драная кожаная куртка, которая уже хана. Так, дальше всякие футболки. Платье вот. Ну, такое. О! Клобуки на шнурках. Ну, это, конечно, странная тема. А, они вон подушатанные. Они целые. Или подушатанные, не пойму. Не, они какие-то подраные все. Вот такие лакоцакели быстрые. Шляпетки. Это купят рублей за 100. Целые они. О! Фен. Имеется ли он там? Что-то тяжелое. Фен вот такой, Скарлетт. На 2000 ватт. Ну, так, конечно. Он там, ребятки. Вот. Вообще. А! Ласко фирма. Это не Скарлетт. Но тоже пойдет рублей за 150-200 продаться с коробкой. Правда, коробка не от него. Да и пофиг. Ништяк, ништяк. Находочки тут. Ой, насы с хаты. Вот такие я очень люблю, конечно. О! Так это на меня. Ребят, на меня. Мой размер. Фило. Нифига себе, кроссовочки. Это я буду по помоечкам летать у них. Оригинальные. 43 размер. Просто кайф. Тут только сбоку дыркой, да и пофиг. Мне для помойки просто ништяк. Это оставлю себе. Даже пятки почти целые. Не, ну это ништяк. Помойка обывает. Так, смотрим еще, что тут есть. Всякие шляпеточки, черевички. Летние вот балетки всякие. Ну, это, кстати, летом купят. Налито можно отложить. Мы сейчас то, что налито будем продавать на рынке, мы это будем откладывать. Сейчас зимой это не покупают, но летом будут хорошо покупать. Еще всякие вот на клобуках шляпетки. О, шлепки. Это летом будут брать, наверное. Ну да, что целые шлепки. Так, дальше. О, кужаная куртка драная. О, одноразочка. Вот это тема. А ну проверим. Не, не работает. Села. Так, что тут у нас в кормилице вот в этой? Ну, что-то она так себе на вид. Как будто не сытная. О, капец, кроссовки в какой-то зеленке. Кто-то их, походу, хотел покрасить. А вот и краска, видимо. Ну да, вот она и зеленая краска, которой красили эти кроссовки. Она для одежды. Прикольно. Краска для одежды. Ништяк на халяву. Кстати, за счет этого баллончика с краской для одежды можно закастомить вообще любую шмотку. Вот, наверное, вот эту сумку в зеленый покрашу. А то она что-то грязная. Вот это балдеж тюнинг. Что, помойка дарит, да, ребят? Вообще кайф. О, ништяк. Вот это тюнинг ребитки. О, нифига. Ну, это шляпа. Низкое качество. Фонарички. Сейчас не покупают фонарички. А тут даже две пары. Может, они даже рабочие фонарички. Ну, модельку возьмем. Может, за пару соток кто-то купит. Сервисы. Экраны битые. Вот, от Huayomi. Тоже от чего-то там. Треснутый. Где? А, что где? Он битый. Вот еще какой-то большой. От айфона. О, игрушечки. Какие-то прикольные. О, нифига. Что это такое? О, помойка обувает опять. Пуму дает оригинальную. 46 размер. Это на Диму. Диштяк. Тут на Диму еще найки. Неплохие на вид. Тоже ориг. Так, а размер 46. Тоже все на Диму. Ребятки, побойка обувает сегодня Диму. Меня до этого обуло. Что это у нас тут выставили? Это нам в дар? О, это же ванну эта. Штука, шторка в ванну. И лоток бушный. Но такое не покупают. Вот шторку в ванне. Вот, для ванны купят. Вот, рублей за 50. А что, да, неплохое. Пойдет. Рублей за 50 купят. Ого. Ого. У меня тут тоже техника даже есть. Беспроводные дебель наушники. Оригинальные вроде как. А может и нет. А ну проверим, рабочие нет. О, ребят, рабочие. Светится индикатор. Надо будет проверять, уши работают. Но все уши работают. Нет. О, такая кепочка продастся. Это вот не бедные люди выкинули. Что, сапоги вот эти можно взять, да? Вот это рублей за 100. Продадим их. Ну вот здесь у меня какие-то ботинки. Ну не знаю. Вроде живые. Не, не, не живые. Померли они. Конверсы. Оригинальные конверсы. Слушай, их кто-то колхозным методом прошивал. Все в шерсти. Но ничего. Видно оригинальные, да. Так, вот бирочка. Размер 41. Вот такие конверсы рублей за 300 продадим вообще спокойно. А на Авито даже можно и дороже. Наушнички вот эти вот. Если они рабочие, продать можно будет рублей за 400. У меня тут тоже ботинки и тоже прошитые. Прикинь. И видно, кто-то в мастерскую обуви их сдавал всегда. В одну и ту же прошивать. Это все рублей за 600 продадим. Вот эти три пары обуви. Так, я смотрю, тут вот такой боксик есть весь в шерсти, правда. Смотри, такой не надо тебе, допустим, мелочевку складывать всякую. О, нифига, коробочки. Коробочки с картохой, ребят. Обалдеть. Капец тут картошки. Нифига себе, молодая картошечка в боксах. Обалдеть. Да это можно забрать вот эти вот пару кругляшиков, жарить картошечку. Обалдеть. Сколько картошечки, ребят. Вот это тема. Хорошая картошка, прикинь. Капец тут картохи. Это ж вот кто-то себе домой повыбирает, позабирает. Охренеть. Что, картошку вот в таких круглых штуках продают, что ли? Охренеть. Что это за знак такой? Радиация, что ли? Картошка радиоактивная, ребят, жесть. Клиберит бренд картошки. Клиберит радиоактивная. Не-не, это я не буду хавать. Забирай обувь, пакуй, пока не унесли. Слышь, помнишь историю с компьютером? Дим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это стрёмная игрушка, кошмар. Жесть. Это ж мультик есть такой наркоманский. Что? Мультиварка? Показывай. Ой, какая она зарыганная. О, так это классика. О, нифига какая. Модницкая кепка, ребят. Вы бы такое носили, вот напишите в комментариях. Кепка модника, ребят. Буду на стриме в ней рофлить в чат-рулетке над кем-то. Вот это биба полная, а не кепка, конечно, шляпа. Ну вот это, не, это тоже в пятнах. Вот так оставлю. Вот этого заберусь я в гараж, повешу. Это стрёмная кукла, капец, ребят. Мультиварочка, это классика для помойки. Редмонд, вот. Всегда их выкидывают. Мы её даже брать не будем. Такую кепочку, ну, можно было взять. Она какая-то фирменная. Так, капсула от робота-пылесоса для влажной уборки. О, Дима. Утюг, ребят. Ну, это классика. Филлипс. Кстати, не дешёвый такой утюг. Не сожжённое дно. О, неплохой утюг такой, рублей за 150-200 продать даже получится. Нормально. Вот, ребят, сейчас подписчик подлетел. Я ему подогнал вот эту вот кепочку. Тебе нравится? Да, мне припец нравится. На тебе ещё одну. Теперь ты заряженный прям. Снюс, Артём, снюс, снюс. Снюс. Супер снюс, Артём. Опа. У меня для вас важная информация, короче. Вот это вот путь к 100 тысячам я шёл. Ну, и в итоге пришёл, короче, к тому, что я купил сварочный аппарат. Накопилось примерно 30 тысяч с продажи находок с помойки. За 24 тысячи мы купили новый вот сварочный аппарат хороший. Который... Чего? А по поводу сварочного аппарата Дима уже расскажет получше. Давай, я в душе не ебут. Ты ж его покупал, рассказывай. Короче, купил новый аппарат в магазине. Он является полуавтоматическая сварка. Все функции, там, все дела, полуавтомат, электрод. Короче, топовый аппарат. Ты его новый взял, правильно? А знаете, зачем сварочный аппарат мне не надо? И почему я не стал 100 тысяч рублей собирать? Я же хотел машину покупать. В итоге машина там нахер нам, оказывается, не надо. Потому что в Краснодаре куча пробок, во-первых. Во-вторых, мы будем варить с помощью вот этого сварочного аппарата всякие самоходные, вот наподобие вот такого лесопеды для помойки, чтобы ездить и собирать находки, складывать. Мы будем сами все варить, рамы. Поэтому нам никакая машина нафиг не нужна. Потому что, во-первых, у нас нет прав. Во-вторых, пробки везде. И, в-третьих, мобильность будет гораздо лучше на лесопеде или дрочепеде каком-нибудь, который мы сварим. Все это информация будет в телеграм-канале по поводу того, что мы будем варить и что мы будем делать в этом новом гараже, который мы тут снимаем с Димой. Вот у меня тут проект готовится. Этот классный скутер появился. Это отдельная серия видосов по этих скутерам. Я хочу научиться станту. Хочу станту научиться, стантить и обуребяурить, ездить на заднем колесе по помойкам. Ну, в общем, обуребяурить с помойки в видео, как я ковыряюсь. Вот, что тут у нас? Ого! Нифига себе! Ключ, смотрите, разводной и что с ним стало. Ну, продадим на барахолке, да? Починим. Да ну-то. Я думаю, лучше его продать рублей за 50. Вот такую люстру тоже купят рублей за 50. О май гад, Тесс! О май гвейребл! Сосиски! Сосисочки! Пакет сосисок. Интересно. Дата изготовления 4 число, 4 ноября. А срок годности какой? Трое суток, 35 суток. Короче, целый пакет просроченной колбасы, всяких сосисок. Буалин! Аж кушать захотелось. Может, забрать это? Как-нибудь пожарим. Мускатный сервелат. А, так это этих. Доверьте нам в свою семью. Сосиски кормилица. Ребят, фирма кормилица. Телячьи. Нормально, кормилица дарит мне кормилицу. Ну, короче, это все просрочено с магазина. Тут очень много всяких вот сосисок, колбасок и так далее. Куда полез? Я сам его достану. Я его нашел. Вот такой вот пылесосик. Филипс. Неплохой, кстати. Старенький, мощненький. А есть шланги от него? А есть от него мешки? Шука, не лезь к нему, блядь. Это мой пылесос. Что ты там увидел? Мячик на продажу. А, не, он дырявый. Слышь, можно проверить, твой насос будет. Включить на накачку и оставить. А ну, как вы бью. Давай. Сейчас я сделаю вот. Выставил 6 атмосфер на насосе и запускаю. Сиди там. Я убьюсь. Сытная помоечка. О, направляющие. Все, направляющие берем. О, что-то тяжелое. Ой-ой-ой-ой-ой. А у меня тут куш. Так, двусторонний скотч. Нифига себе, вот эти штучки для карнизов. Вау, тройники. Фонарик. Электрофонарик. Только он что-то сток не вырабатывает, походу. Должен светиться от кручения. Ух ты, целый пакет. Смотрите, даже молоток есть. Смотрите, скотч. Еще тройник. Налобный фонарик. Клей. Блок питания. О, мейзу. От пистолета. Это, рукоять. О, да ладно. И ВДшечка. Обалдеть. Фум-лента. Нифига, целый инструмент. Целый пакет инструмента разного. Обалдеть. Нифига, камера какая. Миша сейчас нашел. Вот такая вот, с USB кабелем. Вот это прикольная тема. Микрокрамера куда-нибудь проверять. Что-то там смотреть. Вот это интересно, конечно. Вот кормилица. Подземная. Ого. Нифига себе, что я нашел. Два динамика. Автомобильных. Ух ты. RGB ленты. Обалденная находочка. Тесно рабочие они или нет? Целые динамики. Мы их себе оставим. Где-то будем использовать. 200 ватт максимальная нагрузочка. Надо их положить, чтобы они не это. Тут еще RGB лента с пультом. О, Айкос. Нифига себе. Белый Айкос. Поломанный, правда, корпус. Ну, может, кто-то купит его рублей за 50. Вот, RGB лента. Мы ее заберем. Дим, перебери. Ничего тут больше не выпало такого. Опа. Нифига себе, какой робот. Ого-го. Правда, без руки. Интересно, возьмут его без руки? Ого, камин. 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 Картонный кармин. Нифига. Помойка. Ого. Помойка. Тряпки. Щеточка. Платы чистить материнские. Ой, нерф. Подельный нерф. Но тоже купят. Смотри. Кормилица. Ребят, тупо помойка. Вот. Стоит. Помойка стоит. Нашли помойку. Может, в гараж забрать себе. Поставить собственную кормилицу. Тупо помойка стоит. Обалдеть. Ой. Че-то отцепилась она. Кормилица. Че это? О, в носу убирать волосы. Нифига. Нафиг он такой большой. Пистолетик, блин. Ребят, я не знаю, кормилицу забирать или нет. Наверное, Нашка нужна. Тоже где-то она была. Кто-то ее выдрал. Нам в гараж такая не подойдет. Она очень маленькая. А вот нерфик тема. Щеточка. Вот это тоже тема. Вы нас с хаты у меня или что? Вау. Ух ты. Так это корпус от светильничка прикольного. Правда, вид у него какой-то. Нифига себе. Тут сколько всего в этом пакете. Коробочка от Лоджика. Так он тут есть, ребят. Офигеть, Лоджик. Это ж Вейп с зарядочкой. Вау. Лоджик Компакт, ребят. Это Вейп Лоджик Компакт. Вот. В коробочке. Его продать можно. Пультик. Вот такие пульты покупают. Правда, недорого. Рублей по 50. Рамка от картины. Блин, она не доедет. Я б забрал. Разобьется. Вот такой вот шуруповертик. Неплохо, неплохо. Такой шуруповертик грех себе не оставить. DeFort Brand. Зарядка есть. О, и аккумулятор. Вот это ништяк. Шуруповерт в полном комплекте. Миша нашел. А, ну не в полном. Тут только нет провода зарядки. Но это ничего, я подберу. Так, а ну-ка. Может он даже рабочий? Давайте. Не, он не работает. Возможно, он сел. Охренею? Что-то еще один. Ctrl-C, Ctrl-V. Ребят, Ctrl-C, Ctrl-V. Шуруповерт, ребят. А этот уже в полном комплекте. Охренеть. Зацените. О, блок питания есть. И этот тоже не включается. Ну, я думаю, зарядить можно будет. Так, прикол в том, что мне как раз нужен был шуруповерт. А помойка мне еще их в количестве двух штук дала. Еще и с коробочкой. Обалдеть, ребят. Помойка реально чувствует и дарит шуруповерты. Здрасте. Здорово. Ты что меня выкинул? Откуда? А? Забыл? Откуда выкинул? Ты что, ты сказал, ничего не попало там. В том году это было. Ты что, блядь? А, а что надо сделать было? Ты меня выкинул в этот. Лицо. Было видно лицо у вас? Нихуя. Да я не помню уже. Не будет? Не будет. Замазать надо было, да? Все, я понял. Да, да. Знаешь, где? Самый первый той. Смотри, блядь. А то пацаны-то чуть ли не родня. Понимаешь, что говорят? Да ты что, блядь? Это не я. Я забыл, значит. Я сменил, а это вот, ну вот эту. Я извиняюсь, я просто... Нихуя думает, что это встреча... Ну я не специально. Я забыл реально. Я не знаю специально. Ну, говорите, это первый видос с Краснодара. Первый вот там. Хорошо, да, я все вспомнил. Я замылю. Я тебе тогда говорил, и сейчас предупреждаю. Завятый вот это делай. Потому что шпана, это так просто не проходит. Я тебе, говорю, 70-летний человек. Какая шпана? Который вот ты показываешь по этим, по интернету. Так а что я показываю? Я ж показываю, как я роюсь в баках. Ну, не надо кричать во всеуслышание, понимаешь? Что кричать? Что я роюсь в баках? Что ты вот это, как-то обдумывай свои действия. Делай как-то похитрее. Это я тебе просто по-человечески, как мать тебе говорю. Эту кормилицу грех пропустить. Она топовейшая. Вон, уже стоит что-то. Вот эта кормилица знатная. А, банки. Ну, банки мне не интересно. Типец шматья. Столько выкидывают. Я уже не знаю, куда его складывать. У меня весь велик забит шмотками. Техники, главное, нет. И одни шмотки выкидывают. Нихера ты там нашел. Нифига. А это что такое? Что это за прибор? Одноразочка. Коробка пустая. Куча чехлов. Прикольно. Часики. О, нихера себе. Китайские Apple Watchи. Охренеть. Нифига Миша надыбал. А ну-ка посмотрим. А, там аккум сдулся. Ну, может они рабочие? Нифига себе. Не, они работают. Может зарядить получится. Нормально. Прикольная находка, реально. Это у нас М16+. Аккум на в них менять. А так, скорее всего, рабочие. Покормилица. Перспективная, что ли. А может и нет. Сейчас мы это и узнаем. Так, вот там я смотрю, какое-то креселка офисное. И вот там стульчик, кстати, неплохой. Но я его забирать не буду, потому что мне его некуда везти. Ему некуда класть его. И, кстати, знаете, какой я вывод сделал? Что на барахолке вещи очень плохо покупаются вообще. Есть смысл брать только супер какие-то брендовые шмотки. А вот именно для барахолки вещи брать вообще не хочется больше. Потому что никто их не хочет покупать. Только по 50 рублей всем им подавай вещи нормальные. Ха! Нифига, что Мишаня нашел. Штативчик шляпненький, но пойдет для мобильника. А что, неплохо? Оставим себе. Да! Я стребу. А мне? А мне семечек? Вот. Вазочку нашел. Там подписчики атакуют меня уже. Не дают порыться. Вот, смотрите, какая подкова с вазочками. Вот это на барахолочке, я думаю, заберут по-любому. А вот этот штатив я оставлю себе. Пригодится для съемок. О! Кастрюльки. Вот это ходовой товар на барахолочке. Ой, не, они ушатаны очень сильно. Но вот это пойдет на алюминий. А буря-бяурить кормилица. Вот. Буреночка. Миша пошел ее вздаивать уже по лесу. Ну так и я тоже. Глондайк чипсов? Чипсички? О, так тут читос. Сырный читос. Лейсбекон. Ой, чуть-чуть вот семечек. Ну тут семечки аминеи. Соленые с арахисом. Лейсики зеленый лук. Охренеть. Рифленые. Да это все. Я не понимаю, какой смысл было все это по чуть-чуть поесть, пооткрывать пачки и по-моему выкинуть. Тут очень много всякого полезного для меня. Семечки вот эти я обожаю. Читосы, вон, все рассыпается. Сколько же тут пачек? Штук, наверное, 10. Обалдеть, ребят. Вот это тема. Это мы в гараж заберем и будем там хомячить. Бомба, бомба, бомба. Не, не надо им, не надо. Траванется этими семечками и что, по-моему, делать? Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, кальянчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Так его можно продать рублей за 800. Вот этот кальянчик. Вот это кальянчик. Так, лампу такую, в принципе, за сотку купят, если она... Ну, она целая, самое главное. Лампы внутри меняются. Вот кальянчик, это на изи 800 рубасиков, даже 900. Топовый, неплохой вообще целый полностью кальянчик. Вот это тема нормальная вообще. Че, пацаны, видите, как кальяны надо поднимать на помойке? О, тут еще одна кормилица сочная. Я чувствую сладкое вкус кормилицы, вот. О, мой бог! Сюда. Ой, морепродукты, там креветки какие-то, эти мидии. Фу, как завоняло. Фу, тут рыбья кормилица, рыбья. О, коробочка деревянная. Дай-ка вот эта тема, топовая коробочка. Это от вина. Но буду я ее использовать для всякого мелкого барахлишка в гараже. Вообще крутая. Это реально крутая коробочка. Не, ну такая пригодится. Пакет шматья. А ну-ка. Сейчас, аккуратненько. О, слушай. Тут прям спорт. Умбра, прикинь? Обалдеть, целая. Умбра-мастерка, это деду надо. Миша или мне носить штанишки спортивные. Умбра подушатанные, но целые для помойки пойдут. Так, так тут целый пакет мужского. Обалдеть. Помойка одевает, ребятки. Зацените, вот такая толстовочка. Песня. Вообще ништяк. Маечка даже есть у ребятки. Это налито. Это вот помойка одевает. Вот видите, как одевает. Вот еще какая-то толстовочка. О, еще и с капюшоном, блин, обожаю такие. Пума. Ребят, вот эта бомба. Пума, толстовочка. По помоечкам гонять. Да и так ходить вообще отличное. Вот какие-то джинсички. Джинсы я вообще ненавижу носить. Я не ношу джинсы, но на продажу пойдут. Ну, мужское вот все хорошо покупает. Вот это за 50 продадим. Ну, тут футболочки это налито по помойкам гонять. Вот такая тема есть. Вообще ништяк. Москов футбол клуб. Обребярить. О, паспорт. Охренеть. Ребят, там лежит реально паспорт. Кто-то выкинул паспорт. Зацените. Кто-то выкинул паспорт. Обалдеть. Ну, данные полить не буду. Но это настоящий паспорт, ребята. А, так он что, новый? А, это загранник. Это загранник. А тут все повырывали. Я думал, это настоящий. А, ну вот он, порезанные кусочки. Есть тут еще что-нибудь? Зацените, какая тема. Вентилятор вот этот. Капец, тут столешницу порезали по кускам и выкинули. Огромную топовую столешницу. Смотри. Вообще топовая. Прям обидно. Ну, это прям такая пушка. Даже из кусков можно было бы собрать столешницу мощнейшую. О, смотрите, клобуки. Ой, да ладно, новые. Ребят, новые крони, клобуки новые вообще. Лобутены, крони. В коробочке прям. Абсолютно новые. Ну, такое придется брать. Новые клобуки. Почему бы и не взять. Так, что тут еще? Тут прям походу вынос хаты мощнейший. О, штаны утепленные. Из игры в кальмара, что ли? Блэкберри, смотрите, с церником, с бирочкой. Джоггер и Джоггер с Блэкберри Ред. Джоггер Стрит. Одежда в уличном стиле. Ребят, тупо новая. Размер С. Такие я заберу. Жене подгоню. Нифига, новый чехол, походу, для телефона. Но он, да, новый, только вот тут поцарапанный. Нифига себе. Ремешок с Валбериса новый. Для каких-то часов. Да тут в пакете, походу, вообще все новое. Есть еще что-нибудь? Смотрите, ребят. Руль для самоката новый. Да ну нафиг. Они там что, с ума посходили? А, это подсидельный штырь Стрикс новый. Ребят, охренеть. Подсидельный штырь, стальной, черный. Стрикс. Такие в Спортмастере продаются. Он абсолютно новый. Там еще. Прикинь. Еще один подсидельный штырь. По-моему, еще не один. Да. Вот еще ремешок. А ты что, две одноразочки нашел? И... О, дисплейпорт. Хороший кабель. Зацените, второй подсидельный штырь. Стрикс. Только уже в стальном стиле. Ребят, я в шоке, что люди выкидывают. Подсидельный штырь. Обалденно. Так я такой недавно покупал. Рублей за 900 или 1000. А это что? Это для стиральной машинки, походу, эти штуки. Амортизаторы. Для какой-то стиральной машинки, походу, амортизаторы. Понял? На барабане стоят. Забираем. Я не знаю. Такое я никогда не находил вообще. Оооо. А это уже под руль. Для руля. Стрикс. Все распечатаем. Ребят, это рулевой штырь. Вот такой вот для руля. С валбериса. Ну, качество у него такое себе. Ну, ничего. Вынос руля стальной для резьбы. Руль колонка 1. Под руль 22 миллиметра. Охренеть. Тупо новое. Так это мы на авито выстоим. О, еще один. Вынос для руля. Это тоже, да, получше. Тоже стрикс. И тоже новый. Вот такой в магазине, наверное, полторы тысячи стоит. Может, даже две. Тут вот этих штырей подседельных. Тут раз, два, три. А, нет. Два подседельных штыря и два рулевых выноса. То есть тут этих штырей всего тысяч на пять. Это новое. Вот все выкинули. Представляете? Я в шоке. Охренеть. Мы это продадим, я думаю, тысячи за две все на авито. Две тысячи, ребят. Вот так вот. По 600 рублей за подседельный штырь будем продавать. И нормально будет. Так. Кормилица, кормилица. Воробей. Я думал, крыса. Тут такой удобный заход на кормилицу. Бам, вот сюда вот встал и залутываешь. Курточка. О, жилеточка, слышь. Это, чтобы помоечного фартука не было. Джамдонг. Спортвер. XL размера. Классная жилеточка. Вот это мы заберем. Заберем жилеточку. Это, знаете, ребят, я вот тоже сейчас в жилетке вот в такой вот синего цвета. И буду теперь вот эту носить. Это, чтобы курточка не пачкалась, то, что под низом. Чтобы помоечного фартука не было. А, тут молнии жопа. Придется ее оставить конкурентом. Классика. Ой, блин. Падла, это лампа ногтевая. Их никто не покупает. Ну, или, в принципе, для количества техники возьмем. Может, кто и заберет. Рублей за 50, может, кто купит. Нифига, 120 номерки. Или 210, или 012. Да, заберем новые номера. Это на квартиру клеится цифры. Ой, нифига, какие косточки. Из них можно было в такой супчик сделать. Обалденный. Эх. Был бы я бы собакой. Я бы это все бы схавал. Весь этот пакет. Так, залутаем лучше кормилицу. О, дела. Ребят. Охренеть. Топливо. 20-й год. Договор номер 5. Поставка металлоконструкций. Ребят, тупо дела какие-то. Наказание услуг по оформлению и содержанию декоративного оформления клумб. Офига себе. Так это дела какого-то мэра. Ребят, дела мэра какого-то. Охренеть. Так, кормилица, ты меня не оскорбляй. Понятно? О, Тема био-йогурт. Тема с дурдома. О, до 14-го числа. Сегодня ж 14-е. Тема био-йогурт. Что меня сейчас поем? С вот такой вот непонятной конфетой огромной. О, их тут даже две. О, масса творожная с ванилью. Так я тут сейчас перекушу прям в кормилице. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой. Оборибалить. Вот то, что дала. Три конфетки, творожную массу и теменем запью. Теменем. Столик сделаю, сейчас сооружу и буду кушать. Кто из вас ест, вам приятного аппетита. Ну вот, сижу в кормилице. Вот масса творожная с ванилью. Срок годности до 13-го числа. Сегодня 14-й. Да ничего ей не будет. Ну просрусь немножечко, но ничего страшного. Главное поем. А вот творог, это очень полезно. Да, молочку я обожаю вообще. Йоргут и вот это все. Это однозначно вкусно. Однозначно. Меня тут даже никто не видит, ребятки. Обалденно. Если протолкнул елю. Еле в горло зашло. Это вкуснятина. Вот это темень. Очень вкусно. Темень вот это. Давайте пробовать вот эту курагу. У меня аж танцевать охота как вкусно. Курага глазированная с грецким орехом. Охренеть. Нифига себе. Вы видели хоть раз вот такие вот конфетки? Посмотрите, какие конфетки огромные. Охренеть. Так это не то чтобы конфета. Это полкилограмма конфет в одной. Отдает какой-то кислинкой. Ну вкусно, необычно. Такое не пробовал. Помойка еще предлагает мне помидорки. Ништяк закусь. Вот это тема. В целом вкусно. Даже хлеб есть. Все что хочешь. Вот это помойка кормишь реально в ребятки. Ну все, перекусил. Пора и кормилицу разодрать. Охренеть. Нифига себе какие коробочки ребятки. Кто-то топовый компьютер собирал. Вот Асус материнка. А вот такая вот видюшечка. Оу, щит. Это же RTX 3050. Обалденная видюшечка, блин. Жаль, что это. Ее там нет в коробке. Коробка точно пустая. Кстати, такие коробки от видеокарт можно продавать даже. Рублей по 200, по 300. Но мне ее класть некуда. Да и заморачиваться неохота. А то если с такими темпами все буду брать, у меня гараж будет до потолка забитый всякими находками. Помойка перекус дала. Дальше двигаемся. Смотрим. Тут походу опять еда. Тут биосметана какая-то. Изготовлена 10 декабря. Срок годности какой? Я не знаю какой. Но сметанку мы вот эту заберем. Она запечатанная. Вот помойка точно хочет, чтобы я сегодня обосрался. Это что за кругляшики такие, кусочки? Что это такое у нас? Рулетики с корицей? Так это вкуснятина. Так это вкуснятина. С корицей, рулетики. Сметанка вообще под них сейчас залетит. Сейчас дальше хавать будем на этой помойке. Ну так это вот с повидлом всякие кусочки. А, это с брускетики. Брускетики, ребятки. Бруслетики. Состав теста, мука, сахар, брусничка. Вкуснятина. Сейчас будем и дальше кушать. Что ты там нашел? Так это блок питания. От ТВ приставки МТС. Возьмем. О, спасибо большое. От души, братан. Ну так даже не помойка кормит, а нас подписчики угощают. Вот обалденный сачок. Творог мягкий с черникой ягодный. Цыж, да эта помойка вообще сытная. Тут в плане еды все отлично. Десерт семена чья. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Виноградик. Ребятки. Так смотрите, он хороший. Его только помыть и кушать. Яблочки тоже топовые. Жесть. И ну помоечка вот эта бомба вообще. Ряженка вот. Ряженка. Тоже хорошая по-любому. Ничего и не будет. Лук. Смотрите, запечатанный лук. По скидке. Яблочки тут тоже есть. Ой, тут кормилица хорошенькая. О! Еще одна голова. Кстати, на вот той помойке находил ту голову, которая у меня сейчас в гараже. А это уже вторая. И тоже, блин, твердая. Была бы она помягче, было бы, конечно, поинтересней. Помойка дарит женщину. Это для Димы будет. Да, лови. Лови. Это вам, пацаны, подарок. От помойки. Друзья, скоро историческое событие. Матч Ливерпуле-Челси. 21 января. В эту субботу. А вы уже решили, за кого будете болеть? Подогрей свой азарт в 1xbet в 1 клик. Вводи при регистрации мой промокод Штрэп в 1x специально для новых игроков. И получи бонус до 130 долларов к первому пополнению аккаунта. Заполнили профиль, сделали депозит, вам начислился бонус. Вот так просто. Ссылка в закрепленном комментарии.